4 июня после длительного перерыва состоялось очередное 18 заседание Думы Хасанского района. Репортаж об этом в нашем следующем сюжете. В этом конференц-зале районные депутаты не собирались вот уже два месяца. Заседания комиссии, конечно, проходили в дистанционном формате. Встретились все вместе только сегодня. Правда, без крепких рукопожатий, собрудая дистанцию и надев маски. В самом начале заседания депутаты согласовали внесение в повестку дня дополнительных вопросов, рассмотрение которых не терпит отлагательства. В их числе приведение устава в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. Протест прокурора, который серьезно был поставлен нам и в марте, и сейчас. В связи с изменениями федерального законодательства мы привели в соответствие наш устав Хасанского муниципального района. С подробными разъяснениями изменений выступил заместитель главы администрации Александр Худоложный. Мы изменяем следующие положения. Мы в соответствии с изменением 131-го федерального закона о местном самоуправлении приводим соответствие наименования муниципального района. Мы меняем его положениями о муниципальном округе, о возможности, предусмотренной и федеральным законом о преобразовании района в муниципальный округ. Публичные слушания были проведены, состоялись они 20 мая. Никаких возражений и замечаний не поступило, поэтому мы предлагаем эту часть принятия. Также дополняются положения, связанные с сходом граждан, связанные с тем, что теперь эту форму непосредственного воле заявления населения можно проводить этапами, то есть в течение нескольких дней. В ходе заседания депутаты рассмотрели и приняли отчет об исполнении бюджета Хасанского района за 2019 год. В целом мы можем сказать, что бюджет 2019 года исполнен неплохо и по доходной части, и по расходной. Значит, все-таки совместная работа депутатов Думы района и администрации привела к результатам положительной динамики взимания арендной платы за земельные участки. Очень большая идет работа претензионная по взысканию задолженности. Все социальные статьи, которые были предусмотрены в бюджете 2019 года, исполнены в полном объеме. Также был принят к сведению и отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2020 года. Исполнен он на 74%. В целом это неплохой результат. Но хотелось бы сразу отметить, что в связи с пандемией мы, конечно, предполагаем, что будет падение доходной части бюджета. И будем стремиться к тому, чтобы расходы, особенно в социальной сфере и образовании, не страдали. Даже после рассмотрения всех вопросов на повестке дня депутаты еще долго не расходились. Поскольку это первая встреча после длительного перерыва, им было что обсудить. В разделе «Разный» был рассмотрен вопрос о 75-летии победы в Великой Отечественной войне. Поблагодарила депутатов, те, кто принимал участие в этой сложной ситуации. Все-таки практически ни один у нас ветеран не был оставлен без внимания. И уверена, что те мероприятия, которые еще у нас предстоят в этом году, наши депутаты также активно примут участие на своих избирательных участках. Ликудина, Виктория Беляева, Новости, Славянки.